Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Пишите вы следующее. Мне 27 лет, перестала понимать себя, замкнулась, к сожалению, наглядываясь назад. Не могу заставить себя двигаться вперёд, живу с молодым человеком 3 года, хочет детей, замуж не завёл. Родители его намекают на то, что пора рожать. Руки опускаются, работа перестала нравиться, всё, что раньше нравилось сделать, не вызывает интенсивность. Я подплачу и стерюю, перестала следить за собой, стало просто нас наплевать, в люди боятся выйти, в голове много внутренно переживаю, как жить дальше. Ощущение радости, а жизнь не равна нулю, во всем веню себя. Ну, в первую очередь, я бы, наверное, рекомендовал бы обратиться к врачу и проверить ваше физиологическое состояние на предмет возможных нарушений, если они есть. Вот, на предмет каких-то сложностей, каких-то трудностей у вас, это первое. Второе, то, что вы описываете, это то, что в какой-то момент вы пристали ставить себя на первое место, а может быть и не ставили себя никогда на первое место, потому что вы описываете подавленность, а подавленность возникает, когда, соответственно, что-то давит. Вот, в ситуации, когда, в ситуации, когда что-то давит, в такой ситуации, когда давит что-то из вне. И на любого человека, в принципе, может оказываться давление, но вы этому давлению позволяете иметь над собой власть. Вы стали это давление, вероятно, ставить выше себя. И, вероятно, именно это может являться проблемой, что вы то, чего от вас хотят, например, родители вашего молодого человека, то, что от вас хочет он, ставить выше, чем хотите вы. Либо в какой-то момент вы стали так делать. То есть, ну, в какой-то определенный момент вы начали тогда-то снова давили-давили, и вот вы выбрали. И приняли решение ставить на первое место то, что от вас хотят. Хотя бы внешне. Либо вы всегда по своей жизни шли с такой позиции, что, ну, вот, искали защиту у других. В семье, например. Или молодой человек для вас. Если вы привязаны к нему, обладает каким-то особым значением. Не только как ваш партнер. Романтический. Ну, как кто-то здесь все. Безусловно, ситуация Эпа когда-то началась. И вам необходимо сделать две вещи. Первое, ответить себе на вопрос, что мне сейчас не нравится, и как я это выражаю. И второе, это когда, собственно, такая история началась. Понимаете, вы ведь напоминаете человека, который начал очень много пропускать. То есть вы не пропускали, не пропускали, не пропускали, а сейчас начали очень много пропускать. Очень много пропускать важного для себя получатства. И вопрос заключается в том, что этот процесс запустил. Всегда ли вы пропускали? А если не пропускали, то только потому, например, что не было ради чего пропускать. Когда у вас появился молодой человек, возможно, перспективы семью создать, вы начали пропускать, целенаправленно выехали ради этого ли. Вот. Это вот такой момент. Ага. Когда будете спрашивать себя, что вам не нравится, и как вы, соответственно, это выражаете. А я бы еще добавил здесь такой дополнительный вопрос, как я понимаю, что мне это не нравится. Как я это понимаю. Вот. В целом, вы описываете, конечно, состояние тревоги, такую тревожность, да? То есть вот. Как будто бы угроза постоянная какая-то у вас есть в данном случае. Что касается вины. Своего духа вина, это такое комплексное чувство. Это комплексное чувство. Когда, с одной стороны, я могу делать что-то против своей совести, против своей ценности. Это такая, в целом, конструктивная история. С другой стороны, когда я пытаюсь не делать чего-то, что мне кажется плохим, но чего я хочу, но пытаюсь это скрыть. И, с третьей стороны, вина, это то, как я объясняю себе свою сдерживаемую тенденцию к сопротивлению. Вот. То есть почему-то я... ...зажимаю в себе это. Вот. ...почему-то я глушил в себе это. Вот. Ну, в целом, остается такое впечатление, что... ...как-то глобально, по жизни... ...у вас нет особо важных... важных... целей. ...именно для себя. ...по этой причине, вероятно, вы чувствуете себя ни... ни... ниже... ...чем... ...другие... ...люди. ...просто вот... ...ни... ни... ниже, чем... ...вы... ...и... ...в общем-то... ...ощущаете, что вы... ...ничего не стоите. ...вероятно... ...так... ...получается. ...поэтому я бы рекомендовал вам... ...в первую очередь... ...пойти на психотерапию... ...возможно, даже не вместе с молодым человеком... ...если молодой человек считает... ...что то, что происходит, это проблема... ...потому что он тоже вносит в клав... ...эээ... ...не очень понял... ...причем здесь... ...ээ... ...его родители... ...это его родители... ...ваша семья... ...это ваша семья... ...ну... или пара... ...то как-то здесь есть какая-то... ...трудность... ...очевидно, с личными границами... ...да... ...у вас... ...что касается... ...истерики... ...то, что вы... ...истерите... ...как вы говорите... ...как вы это называете... ...то вы истерите... ...это... ...попытка заявить о себе... ...такая несколько... ...ээ... 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 ...критичная... ...отчаянная... ...попытка заявить о себе... ...привлечь к себе внимание... ...почувствовать, что вы имеете... ...какое-то значение... ...что опять же означает... ...что... ...какие-то вещи... ...вы... ...пропускает... ...пропускает... ...опять же означает, что... ...каким-то вещам... ... именно к себе... ... именно к себе... ...вы невнимательно... ...к сожалению... ...и, соответственно, с этим... ...нужно работать... ...нужно работать именно с тем, чтобы... ...вам... ...восстановить свою целостность... А сейчас, по моим ощущениям, вас просто растащили молодой человек, вас растащили родители, вас растащил ваш страх, то, что вы должны родить, то, что вы должны создать семью. Вот, кстати, что для вас семья, чем она для вас важна, да? То есть, как бы, какие чувства к молодому человеку у вас? То есть, понимаете, когда то, что вокруг нас и те люди, которые вокруг нас становятся инертными, когда они перестают отражать то, что мы хотим, вот, когда они дорожатся самим по себе, просто, вот, знаете, как некая данность, да? Как некая данность. Вот. Ну, и, пожалуй, начинаются проблемы. А еще проблемы начинаются, если вы ждали чего-то другого, если вы ждете чего-то другого. Если вы привыкли же именно что ждать, ожидать, потому что, например, вы ждете, что ваш молодой человек сделал предложение, а он его не делает. Вот. Вот. Он его не делает, и как-то вот вы зависаете в этом, что он вам его не делает, и сами об этом не говорите, ждете. Знаете? Вот. Вот. Ну, как бы. Вот так. И если говорить о том, чтобы вам двигаться вперед, да, например, то вот тоже достаточно интересный момент, вперед двигаться – это куда? Куда? Зачем? Для чего? То есть вот как-то вот вам нужны, знаете, вопросы, наверное, постараться ответить для себя самой. Цель. Нужны цели. Ваши собственные цели нужны, а не чьи-то. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. Помню мой ответ, что позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.